Вы знаете, что в следующей неделе объявлено президентом нерабочий. Вы будете дома или будете работать? Буду работать, конечно. А почему? У нас частное предприятие. Там не работать не получится. Хорошо. А как вы считаете, эта мера вынужденная? Вот как бы поможет ситуация по коронавирусу? Мне кажется, нет. Почему? Скорее всего, люди сейчас в ближайшие выходные поедут в торговые центры куда-нибудь, где-нибудь в места скопления большого. Поэтому, ну, не знаю, мне кажется, не поможет. Я пенсионерка, я отдыхаю. Хорошо. А как вы считаете, эта вынужденная мера, она оправдает себя или нет? Нужны такие вот жесткие меры? Поможет это в борьбе с коронавирусом? Ну, наверное, поможет. Вот вы знаете, я сама привелась уже давно, но очень много у меня знакомых умерли от коронавируса. Я боюсь этого. Так что, я считаю, что это, наверное, правильная мера. Хорошо. Потому что многие не хотят чего-то бояться. А чего бояться, я не знаю, привиться. Вы знаете, что в следующей неделе объявлены нерабочие? А вы будете работать или нет? Ну, скорее всего, нет. Так, а вы как считаете, такие меры, они помогут в борьбе с коронавирусом? Ну, вообще, я не знаю. Но я лично вакцинировалась. Поэтому каждый решает сам для себя. Хорошо. То есть вы считаете, что вакцинироваться необходимо, и это как-то нужная мера? Ну, я вакцинировалась. Я полагаю, что это для моей семьи, для моего здоровья. Я для себя так решила. Потому что мне это нужно. Как решают сами. У нас же много свободы. Много сами решают люди. Следующая неделя объявлена нерабочие. Вы будете работать или нет на следующей неделе? Я на пенсии. Вот как хорошо. А как вы считаете вакцинироваться по поводу прививок, по поводу всего? Насколько необходимая мера? Необходимо. Я уже вакцинировалась в августе. Теперь буду через полгода ревакцинироваться. Все, все нужно делать. Звонила дочке в пензу. Там уже школы закрыты, сады закрыты. Все находятся на карантине дома. Так что это опасно. И надо понимать это всем. Почему люди боятся, не пойму. Я говорю, сделала. Но я в возрасте уже сделала. Немножко недомогание какое-то было. Дня три. И все прошло нормально. Все хорошо. Следующая неделя объявлена президентом нерабочих. Вот насколько эта мера поможет в борьбе с коронавирусом? И что можно было бы еще сделать? Ну, что можно сделать? Ну, кто привитый, будут отдыхать. А кто не привитый, мне кажется, надо посидеть дома. Вот. А вы сами? Ну, я не привитая, если по-честному скажу. А почему? Планируете сделать или нет? Конечно, планирую. Сейчас вот с ребенком сижу, мне просто некогда сейчас. Следующая неделя объявлена нерабочей. У вас будет как-то учеба, работа? Учебы не будет. То есть полностью мы уходим также за дистанта. Мы просто отдыхаем всю неделю. Просто выходные. Хорошо. Прививку делал? И насколько это необходимо? Как считаешь? Я считаю, что это необходимо для пожилого населения, потому что их организмы достаточно слабые к такой серьезной болезни, как коронавирус в данный момент. А прививку, да, я сам делал, но просто потому, что это дает больше возможностей. Потому что нет таких сильных ограничений, если ты без нее. Я как являюсь медработником, я буду работать. А те, которые люди будут отдыхать, они должны находиться дома. Хорошо. Значит, вы раз медработник вакцинировались, да? Да. Можете про прививку рассказать? Насколько это нужно, мне нужно? Это очень нужно. Я работаю врачом. У меня очень много коллег заболело. Даже один скончался. Поэтому я считаю, что это очень опасно. Это инфекция. А инфекции у нас передаются воздушно-капельным путем. Поэтому это необходимо просто.